В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Помощь фронту Саров присоединился к общественному движению волонтеров. Куклы в народных костюмах. В музее народной игрушки новая выставка. История добра приюту Мурдом исполнился один год. Далее расскажем обо всем подробно. Волонтерский центр «Радость моя» присоединился к общественному движению «Золотые руки ангела». Его активисты занимаются изготовлением тактических носилок для фронта в более чем 85 городах России. О том, как будет организована работа в Сарове, узнала наша съемочная группа. «Золотые руки ангела» – общественное движение волонтеров, которые занимаются изготовлением тактических носилок для фронта в более чем 85 городах России. Такой центр есть в Дивееве. Там 12 женщин за 4 месяца отшили 120 носилок и планируют расширять производство. К этому доброму делу хотят присоединиться и активисты Саровского волонтерского центра «Радость моя». Сейчас самое главное – это организационный процесс. У нас завтра поездка в Дивеево. Там делятся с нами Дивеевские. Они же первые включились в это движение. Они уже 4 месяца шьют. Они делятся с нами сейчас машинками. Потом к нас в группу вошли те, у кого тоже есть, например, оверлоки и более профессиональная техника. У нас здесь есть машинки, но они все-таки для домашнего пошива. Сейчас в центре готовят помещение для работы. Шить начнут в ближайшие дни. Но пока не носилки. Для их изготовления нужна специальная техника, которой у волонтеров нет. В Сарове планируют шить подсумки, утепленные балаклавы, плащ-палатки. Точно определятся после консультации с Дивеевскими волонтерами. И мы, конечно, будем же и сбор теплых носок, перчаток для военных тоже осуществлять. Если кто-то вяжет и хочет к этому делу присоединиться, тоже надо к нам, как говорится, присоединяться. У нас целью в ноябре отправить транспорт, то есть у нас меньше месяца, для того, чтобы что-то сделать. Поэтому надо активно работать. Все, кто хочет присоединиться к активистам волонтерского центра, могут получить информацию по телефону плюс 7 906 353 46 37. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В российских школах начнут изучать игру в лапту. Минпросвещение планирует до конца года включить этот модуль в уроки физкультуры. С инициативой выступили сами тренеры и учителя физкультуры на встрече с министрами просвещения и спорта. Всего для физкультуры разработано 10 новых модулей. Среди них плавание, футбол, хоккей, регби, самбо, дзюдо и шахматы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В 195 тысяч рублей размер денежного довольствования мобилизованных выплаты будут ежемесячными, начиная с периода подготовки. Председатель Нижегородского ЗАГС Собрания Евгений Люлин объяснил, что размер выплаты будет зависеть от должности и участия в боевых операциях. Но минимум всегда составляет не менее 195 тысяч рублей. В КБ-50 возобновлена вакцинация взрослого населения против гриппа. Горожане могут привиться препаратом «Сови-грипп». Предварительная запись доступна на портале пациента на сайте skb50.ru и по телефону единой справочной службы 95511. Напоминаем, что вакцинироваться против гриппа и COVID-19 можно одновременно. В Музее народной игрушки начала работу выставка «Куклы в народных костюмах». Коллекция состоит из более чем 60 фарфоровых кукол серии издательства «Д. А. Гостиния». Собрание кукол передала музею сыровчанка Светлана Григорьевна Тихонова. Разнообразие национального колорита. Праздничные и свадебные наряды, летние и зимние костюмы, головные уборы. Собрание фарфоровых кукол в Музее народной игрушки в 2017 году передала Светлана Григорьевна Тихонова. А увлекалась коллекционированием кукол ее дочь Ксения. На выставке «Куклы в народных костюмах» можно увидеть более 60 экспонатов. В разное время фарфоровые красавицы украшали выставки музея. А полностью коллекция представлена впервые. Фирма «Диагостини» выпустила серию из фарфоровых кукл, сопровождающих журналами. Или же познавательные журналы «Куклы в народных костюмах», которые сопровождали куклы в соответствующем костюме. Это народный костюм какого-то места. Это может быть губерния, может быть территория, край. То есть национальные костюмы. Все куклы коллекции «Диагостини» – ручной работы. А традиционные женские наряды народов России и стран СНГ пошиты в мельчайших деталях по эскизам специалистов по народному костюму. Кроме того, на выставке можно полистать и сами журналы, где написано про историю той или иной территории, про традиции и обычаи народа. И, конечно, в журнале подробно описан сам национальный костюм. Эта серия создавалась целой группой авторов, которые детально прорабатывали историю, изучали место, и особенности костюма, детали костюма. Привлекались специалисты из Института Российской Академии Наук, Институт антологии и антропологии имени Миклухи Маклайт. Выставка фарфоровых кукол издательства «Де Агостини. Куклы в народных костюмах» будет работать до конца ноября. Справки по телефону 6 64 94 без возрастных ограничений. Приюту Мордом в октябре исполнился год. Это первый частный приют для безнадзорных кошек в нашем городе. Мордом – это история о том, как частная инициатива волонтеров нашла поддержку и переросла в большой проект, известный не только в Сарове, но и за его пределами. Мария Романцова уже несколько лет помогает бездомным кошкам. Девушка забирала животных с улиц, лечила и искала им ответственных хозяев. Постепенно к ней присоединялись и другие неравнодушные горожане. Тогда встал вопрос создания приюта – одного места, где будут содержать животных и организация его работы. Команда волонтеров вышла на депутата Дмитрия Авдеева, который взял на себя организационную часть. Нашел помещение, договорился о ремонте, занялся оформлением документов. И в октябре 2021 года в приют поступили первые кошки. Это огромная работа, это заняло несколько месяцев, было вложено очень много сил в это все, и теперь мы имеем то, что имеем. На данный момент у нас около 300 животных пристроены за этот год, и это просто потрясающая цифра. Приют активно участвует в конкурсах. Например, на выигранный президентский грант в Мурдоме сделали вентиляцию, пополнили запас лекарств и нашли возможность чипировать животных. Кроме того, на средства, полученные за победу в конкурсе «Православная инициатива», запустили школу юного волонтера. И теперь каждое воскресенье на базе приюта проходит занятие для детей. Вся наша работа в основном направлена на подрастающее поколение, поскольку именно у детей важно с детства воспитывать гуманное, ответственное отношение к животным. И наш приют как раз их этому учит. На занятиях в школу юного волонтера мы им в том числе рассказываем не только вот как прийти, пообщаться с котиками, с ними поиграть, но в том числе и о том, какие болезни бывают у котиков, как им нужно помочь, что делать, если вы вдруг нашли на улице котенка или кошечку. Все эти успехи стали бы невозможны без крепкой сплоченной команды волонтеров. С открытием приюта к небольшой горстке энтузиастов присоединились и другие люди, которые хотели внести свой вклад в доброе дело. За это время волонтеры стали большой дружной семьей, и принять в нее они рады каждого, кто готов помогать животным. Мы всегда рады любой помощи. То есть это помощь с уборкой, это помощь с лечением, это помощь прийти, провести экскурсию. То есть абсолютно любая помощь. Мы не выделяем людей, что там кто-то больше помогает, кто-то меньше. Нет. Мы ценим абсолютно каждую помощь, мы очень рады. Мы рады, что у нас за год сложилась действительно команда волонтеров, что мы действительно одна команда. Впереди у волонтеров еще много идей и планов, направленных на развитие приюта. Наша редакция поздравляет Мурдом с днем рождения и желает здоровья, процветания, и чтобы все его животные смогли найти хозяев. В клубе здоровья Центра внешкольной работы прошел городской парный турнир по настольному теннису среди детей и взрослых. Соревнование прошло в два этапа. В первый день играли воспитанники клубов, во второй – взрослые и ветераны спорта. Семен Мишутин начал играть в настольный теннис еще в детстве. Во дворе стояли специальные столы. Там Семен и оттачивал свои навыки. Продолжил заниматься спортом и в юности, и уже во взрослом возрасте. Ветеран настольного тенниса неоднократно принимал участие в заводских соревнованиях. В клубе здоровья Семен Мишустин поддерживает свою физическую форму, тренируется и передает опыт юным теннисистам. Стараемся не пропускать городские соревнования, участвовать по возможности. Хорошо, когда к нам приводят нижегородцев, с Саранска приезжают спортсмены. Это же, опять же, какой-то опыт появляется. Городской парный турнир по настольному теннису среди детей, взрослых и ветеранов стал для Сарова традиционным. В нем принимают участие ребята из клубов Центра внешкольной работы. На соревнованиях, которое прошло на базе клуба здоровья, спортсмены поделились на пары и сыграли до 11 очков по круговой системе. Также в турнире предусматривались и смешанные пары – мальчик с девочкой. Соревнование прошло в два этапа. В первый день играли воспитанники клубов, во второй – взрослые и ветераны спорта. Он у нас впервые в этом году, я имею в виду в учебном году, из-за пандемии он у нас должен был в апреле проходить. Мы перенесли его на октябрь месяц. Поэтому сегодня, ну действительно праздник настольного тенниса. Мы сегодня будем, вот первые соревнования у нас городские. Недавно юные теннисисты вернулись из Саранска с первенства Мордовии по настольному теннису. Там ребята заняли призовые места в своих возрастных категориях. Также саровчане отлично выступили на всероссийском турнире в Кстове. Первый раз в Шаранске первое, потом второе на всероссийском. Ничего не знаем. Ну, первое соревнование, это я еще совсем играть не умел, поэтому тоже никакое. Что ожидаешь от сегодняшних соревнований, каких результатов? Хороших. Готовишься к первое место. У меня 13 медалей, 2 кубка. Я много ездил на всероссийские соревнования, раз 10. Я готовлюсь для наполнить место, но если не получу, я не буду встраиваться. Настольный теннис – один из наиболее доступных и динамичных видов спорта для людей любого возраста и уровня подготовки. Здесь нет каких-то ограничений. Взять в руки ракетку никогда не поздно. И как отметила главный судья соревнований Ольга Федоркина, настольный теннис – это спорт для интеллигентов. В первую очередь – это голова, дальше ноги, и завершает игру. Это ракетка. Поэтому голова, ноги, ракетка. То есть спортсмен должен очень много думать. Думать, куда нанести удар, как двигаться, как работать, какую подачу подать. И это совместное дает результат. Победителей призеров турнира наградили дипломами и подарочными сертификатами спортивный магазин. В ноябре теннисисты разных возрастных групп смогут испытать себя на чемпионате города по настольному теннису. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 19 по 22 октября там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванилия. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Доник 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют. То вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектар. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна новая акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового за тысячу восемьсот рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 19 по 22 октября с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!